Здравствуйте дорогие мои друзья! Спасибо, что смотрите мой канал. Итак, сегодня я бы хотела вам рассказать о своем отношении к курению. Сначала я, конечно, хочу предупредить всех, кто курит, если эта вам тема не нравится, можете не смотреть дальше. Благодаря этому видео я хочу высказать свое отношение, рассказать о том, как я борюсь с этим, и что для меня значит само курение и сам факт курения от человека. Если вы с моим мнением не согласны, это ваше право, напомню, что это только мое мнение. Итак, недавно совершенно я решила все-таки заняться этим вопросом. Возможно, это зависит от людей, которые живут в этом доме, от их порядочности, что они попросту выходят в сам подъезд на самую лестничную клетку и просто курят, бросают бычки. Я не стану винить образование, не стану винить все общество, страну или как это бывает, как делают другие люди. Я бы хотела просто, чтобы каждый из нас задумался над собой и над поведением близких людей, которые находятся рядом. И как-то на это повлиял. И будучи беременной, я ходила по этих прокуренных лестницах, просто молча ничего не говорила, я понимала, что это бессмысленно бороться, но все-таки, когда у меня родился ребенок, и я уже пока с пятого этажа спущусь, лифта у нас в доме нет, к сожалению, пока с пятого этажа я спущусь с ребенком, мой ребенок дышит этим дымом. Насколько я знала раньше, насколько я узнала сейчас, что этот дым очень-очень опасен, особенно для ребенка до года, который развивается, находится в самом пике развития, я решила как-то это побороть, но не так все просто, как нам кажется. Есть, конечно же, закон, я живу в Украине, напомню, есть закон, который запрещает курение в общественных местах. Я думала, что благодаря этому закону мы защищены, но оказывается нет. Несколько раз я сказала людям, которые курили, что не нужно здесь курить, сделала им замечание, попросила этого не делать, но это были несколько парней, они начали оговариваться там, ржать конским смехом и как-то вот даже подножки мне ставили, то есть, в принципе, ужасно. Не могу сказать, что это все люди такие здесь в этом доме или в районе, но есть некоторые вообще на этой планете, которым вообще мозга не отбавляй, можно так сказать, вообще никак их не исправить, но все-таки я продолжала. Следующий раз я сделала другому парню замечание, он тоже огрызался, несмотря на то, что я женщина, несмотря на то, что я с ребенком. Потом, третий раз, мне пришлось уже вызвать милицию, то есть, уже полицию на данный момент, и, ну, он не дождался, этот парень, он убежал. Третий раз именно этому парню я уже сделала третье замечание и сказала, что почему ты убегаешь, если ты не боишься, подожди полицию, мы уже разберемся. Он опять слинял и все, поэтому я как бы поняла, что дело бесполезное. Вот следующий раз ты уже был совершенно другой парень, я сделала тоже ему замечание, он тоже начал огрызаться, говорит, это не твоя квартира, ты здесь не прописана, ты здесь вот несколько дней живешь, то есть, что-то такое, такое, с такого рода, с такого вот типа. Но я, в принципе, вызвала полицию, они задавали разные там вопросы, сказали, в общем, какой смысл нам приезжать, если вы не знаете, с какой именно он квартиры. А у нас коридоры длинные, то есть, как лабиринты, попробуй побеги за ним и найди его, да, тем более с ребенком на руках. Поэтому они предложили мне приехать в отделение и написать заявление. Я приехала в отделение, написала заявление, написала дом, написала адрес, то есть, что именно меня не устраивает, подписалась вот где нужно. И спустя полнедели ко мне пришел участковый, позадавал некоторые вопросы там для уточнений и что-то там походил. В результате, что изменилось? Раньше был свет через один этаж, теперь света нет по всему дому. То есть, лампочки поразбивали, повыкручивали, не знаю, что сделали. Ну, хотя есть прогресс, была уборка несколько раз, то есть, ну, бычки как были, так и сбрасываются в отдельную коробку на этаже. То есть, несколько раз уборка была, это весь прогресс. Вот, и на этом вот мы закончили свои разбирательства. В итоге, в принципе, ничего не изменилось, но я буду продолжать свою борьбу. Я думаю, что как-то, может, все-таки можно это сделать. Хотя, в принципе, как мне сказал участковый, если нет конкретной претензии к конкретному человеку, дело не особо актуально. То есть, им позаниматься, походят по подъезду и ничего больше не изменится. Поэтому, для дальнейшей борьбы, я буду смотреть за человеком, который именно с какой квартиры он выходит, или куда он убегает от меня, и буду как-то бороться дальше. Как по мне, вот, курение это терроризм. Иногда мы можем видеть по новостях, что какой-то смертник взорвал себя в общественном месте, да. Он не хотел жить, он пошел вредить другим людям. Так же самое с курением. Если человек хочет себя убить, он идет и убивает себя, да, и никто не может ему помешать. А если человек хочет навредить другим и не жалеет своей жизни, он идет, курит и убивает других своим никотином, своим дыханием убийственным, и продолжает существовать, и убивать других медленно. Понимаете? То есть, для меня это вот такая вот позиция. На этом не все. На этом я не заканчиваю. Еще будут видео на эту тему. Возможно, даже самими персонажами, которых я буду ловить. Возможно, буду размещать фотки в подъезде. Не знаю, как мне еще получится что-то предпринять, как мне получится побороть это все. Этот терроризм вот среди таких людей. Хотя, если человек не уважает себя, не уважает свою жизнь, он убивает себя просто, просто убивает ради того, что это модно. Не знаю, почему они это делают, но если вот он убивает себя, что можно говорить о уважении к другим? Это такая же ситуация, как с матом и с ругами. Если человек не имеет уважения к себе, не ведет себя достойно, он не может отвечать за свои поступки при обществе. Ну, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Так что будем бороться. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, пишите мне в комментариях. Вот, будем общаться на эту тему. Возможно, вы как-то боретесь или как-то уже удалось вам искоренить эту проблему. Пишите мне ваши советы. До новых встреч. Пока-пока.